Друзья, приветствуем вас на нашем канале. Сегодня мы будем вас знакомить с замечательным пятизвездочным отелем, который находится в Белеке. И называется он Папилон Бельвиль. Сегодня у нас необычный обзор. Дело в том, что совместно с Ренатом и со мной приехал наш топовый менеджер, который зовут Элиза. Многие из вас, наверное, ее знают, уже работают, потому что она работает в нашей компании уже давно. Она приехала сюда вместе со своими детьми. Все мы, однозначно, прочувствуем за этот день нахождения в замечательном отеле Папилон Бельвиль всю атмосферу. И в личных наших консультациях будем об этом делиться. Проходим совместно сейчас с вами в зону рецепции. С правой стороны расположилась зона guest relation. Девушки говорят по-русски. Вы к ним подходите. Они вас записывают в ресторан а-ля карты и, в принципе, помогают с вашим замечательным отдыхом. По левой улице расположилась рецепция. Процедура заселения здесь. Весь отель Папилон Бельвиль в таких вот красивых каких-то узорах. Проходим с вами в лобби-бар. Лобби-бар работает с 8 утра и до 24.00. Вижу, что гостям предлагается бутылированная фонтан, пола, другие напитки, алкогольные напитки. Импортного производства тоже присутствует. Прежде чем мы с вами начнем подробный обзор отеля Папилон Бельвиль, мне бы хотелось сказать несколько слов о нашей компании Старнотека. Наше онлайн-агентство работает уже 11 лет. Лично мой опыт работы в туризме составляет целых 23 года, а в нашей большой команде большинство менеджеров работают в туризме более 10 лет. По ниже указанному телефону вы смело пишите мне, Лили, и далее я распределю уже заявки между нашими экспертами. И знайте, что ваш отдых в надежных руках. Приглашаю вас вместе со мной пройти в основной ресторан, который называется Бельвью. На завтрак он работает с 7 утра и до 10.30. Сразу же начнем подробный видеообзор, чем же вас тут будут кормить на завтрак. Уже вижу то разнообразие блюд, которые здесь есть, и, честно скажу, мне оно нравится. Здесь йогурты, халва, различные вариации. Посмотрите, какой богатый ассортимент джемов. Даже есть вот таких вот приятных маленьких баночков. Вот это вообще супер. Посмотрите, это малиновое варенье. Так клево. Здесь уже у нас с вами хлопья, сухофрукты. Двигаемся дальше. Как вы видите, внутри ресторана тоже очень приятная зона. Вижу, что какая-то молочная продукция, йогурт и кефир. Разновидности молочка. Посмотрите, какие различные вариации масла. Вот это вот особенно интересное. Я такое еще и не разу не встречаю. Масло продолжается. Переходим уже к нарезкам. Колбашен нарезка. А здесь, посмотрите, какой богатый выбор рыбы на завтрак. Семга вижу. Копченая скумбрия, копченый лосось, копченая форель. Представляете, вот эта вот копченая форель. Маринованные анчоусы. Просто классно. Ни один турецкий стол не обходится без оливок. Здесь, как вы видите, они тоже разного цвета, разной формы. И с внутренними начинками. Посмотрим с вами на ассортимент сыров. Турция, надо сказать, что ассортимент сыров, он такой большой. Но по вкусу все равно отличается от европейских. На мед в сотах тоже обращаю ваше внимание. Прошла в другую зону. И тут прям совсем другая атмосфера. Здесь готовят для гостей разнообразные напитки. А вот здесь вот тоже, смотрите, как классно и приятно можно вкушать свои блюда. Похоже, в обед и на ужин здесь уже появляется мороженое. Пройдем с вами к выпечке. Вот такие вот разнообразные булочки, хлебушек. С зернышками, с семечками, вижу, с оливками. Очень рада стараться и снимать все подробно для вас. Открыла, все приготовила и показываю вам. Видно, что сосиски в томатном соусе, помидорка. Под сыром омлетик. Здесь уже у нас с вами фасоль запеченная. Это яички, которые сварились за разное количество минут. Одни яйца за 10 минут, другие за 5. Не удивляйтесь, это Турция. И на завтрак здесь принято тоже подавать суп. Вот этот вот куриный бульон с зеленью. А здесь уже лимончик и чечевичный супчик. Увидит вот эти каши. Еще раз напоминаю, что бульон бельвель. Это вот прям акцент на отдых с детьми. И посмотрите как раз таки, криво-зновидности каши в молоке. А вот еще, оказывается, овсяная тоже на молочке. Это уже овсяная каша без молочка. Гречка, рис тоже сварены на водичке. Мучное продолжается. Вижу, что и сладкие булочки, и не сладкие. Каждый найдет себе по вкусу. С корицей. Ну что, мы с вами выходим из основного ресторана на террасу. Во многих отелях обычно все, что на террасе, это начинает работать на обед и на ужин. Но только не в отеле Папилон Бельвель. Здесь еще большая зона на улице, и мы сейчас с вами тоже ее посмотрим. Сразу же двигаюсь тогда к выпечке. Вот эти разные лепешечки. Они очень вкусные. Тоже обратите внимание, из тонкого слоеного теста с начинкой. Притом, как разная начинка. Есть с мясным фаршем, есть со шпинатом. С картошечкой, с сыром. Это корнер омлет. Омлетов, да, яичек. И видно, что здесь уже заранее приготовлен омлет. И яичек. Выбиваемся дальше. Этот корнер назван как турецкой пухни, но я вижу, что здесь сырники. Картошечка, тосты. Это луковые колечки. Итак, смотрим, что здесь. Здесь у нас с вами говядина. Далее мини-мен уже закончился. Это бурсак. И тоже выпечка из слоеного теста с сыром. Написано, что это станция Бюзлине. И сразу же лепешки Бюзлине здесь представлены. Кто-то кушает еще и на улице. Идем к следующему корнеру. Здесь вафельки, блины. Ну, сейчас уже конец завтрака, поэтому все потихонечку убирают. Смотрите, с начинками все. Все с пыложару. Ну что, друзья, мы сделали подробный видеообзор завтрака. И я могу сказать, что завтрак однозначно на пятерку. Представляете, подходят официанты и предлагают нам еще сами принести свежевыжды, сок, кофе. Я заказала, допустим, ладо. Ты что, Элис? Капучино. Капучино. Ты как вот тоже, как эксперт в сфере туризма, что скажешь? Как тебе завтрак? Богатый выбор завтрака, как яиц, рыбы, вот этой выпечки. Нам нравится. В первую очередь решили посмотреть номер супериор, который находится в основном корпусе. Максимальное размещение в этом номере – двое взрослых, двое детей. В каждом номере есть утюг, гладильная доска. В подарок гостям такая вот красивая, приятная сумочка пляжная. Качественные мягкие тапочки. Есть халаты. В концепции 2023 года в номерах супериор появились вот такие кофемашины капсульные. Пополняются ежедневно. Компания предоставляет кофе Шилер. Мы это кофе пьем здесь. Нам он нравится. Давайте сейчас я вам покажу мини-бар. Здесь есть водичка, алкогольные и безалкогольные напитки. Две баночки пива Эфес. Ковролин, как видите, сверлый, чистый, приятный. Сейчас хочу акцент сделать на постель. Матрасы мягкие. Ощущается качественное постельное белье. Тогда разглажу. Давайте выйдем сейчас на балкончик. Здесь москитная сетка есть, что немаловажно. Из этого номера вот такой вид. Ну что, просторный балкон. Можно сидеть здесь. Мне хочется сделать акцент на вот этих вот бабочек. Потому что папиллон это же означает бабочка на французском языке. И давайте с вами уже осмотрим ванную комнату. Мне очень понравилось то, что номер просторный. Еще раз хочу сделать акцент, что целых 40 квадратных метров. В ванной комнате душевая кабина. В принципе, в отеле Папиллоны везде душевые кабины. Ванной нигде нет. Все такое свежее, приятное. Вижу здесь шампунчики, мыло. За дверью расположились халаты. Сказали, что для детей тоже халатики предоставляются. Сейчас мы с вами осмотрим номер категории комфорт. Он находится в бунгало. И по площади он составляет 27 квадратных метров. Только что сейчас обсуждали с нашей коллегой, сотрудником отеля Папиллон Бивиль, что бывают разные ситуации, когда гости приезжают и в удивлении от того или иного номера. Такая ситуация, в принципе, происходит довольно-таки часто. Даже под нашими видеообзорами некоторые гости пишут те или иные негативные отзывы или негативные свои впечатления о том или другом отеле. Что мне хочется сказать? Когда вы выбираете отель самостоятельно, либо с теми нашими коллегами, которые, возможно, не были в этом отеле, действительно могут произойти какие-то такие не очень приятные случаи. Но мы в нашей компании осматриваем отели практически еженедельно. Сами в них проживаем. И, соответственно, все эти нюансы знаем, заранее пишем в отеле. Поэтому отдых с нашей компанией вам замечательный, обеспечен. Дорогие туристы, так как в этом году у нас неординарные ценообразования, приходится порой иногда идти на компромиссы. Какие? Брать, например, не номер Family, а номер Comfort. И такая возможность есть у нас в бунгало, в отеле Papillon Belleville. Сейчас покажу, как он выглядит. Здесь есть вот такая дополнительная кровать. Вы можете вот эту кровать сместить, у вас получится большое спальное место. Здесь размещение 3 плюс 1. Номера по площади все одинаковые, но площадь балкона, она отличается. Где-то вот такой небольшой балкончик, где-то балкончики побольше. И классно, что есть москитная сетка. В номере Comfort набор для чая и кофе есть. Единственное, чем отличается, здесь нет капсульной кофемашины. Мини-бар точно такой же, как в номере Супериор. Всем гостям в подарок вот такие сумочки в любой категории номера. И еще обратите внимание, что в номере Супериор у нас был ковролин. Здесь плитка. Пройдем с вами в ванную комнату. Она такая вот компактная, стильная, свежая. Напомню, что ремонт здесь проходил в 2022 году. Такие вот ниши в душевой зоне. Все компактненько, но очень приятно. Нам этот отель нравится. Вот как раз таки снаружи мы вам сейчас покажем разные по форме балконы, чтобы вы понимали, о чем мы с Лизой вели речь. Еще визуально хочу показать основной корпус и как близко расположились бунгало. И здесь просто непередаваемая атмосфера. Ходим и восхищаемся. Я надеюсь, у меня получается хоть капельку передать вам эту атмосферу счастья, какого-то такого, знаете, спокойствия. Прям хочется, знаете, такого большего погружения. Мягкий газон. На улице очень жарко, но благодаря вот этой вот естественной тени здесь просто классно. По вот этой вот улетающей пене мы просто понимаем, что где-то проходит пена и дискотека. По-моему, там. Сейчас будем двигаться в том направлении, чтобы вам показать все самое яркое и классное. Так здорово, что такое большое количество гостей собралось поиграть в дартс в самом начале дня. Мы с вами подошли к очень классному корнеру кофе. Вы видите, что здесь стоит уже даже небольшая очередь. Здесь можно угоститься как кофе, так и чаечком. И плюс подойти спокойно самим самостоятельно к холодильнику. Классно, что здесь есть бутилированная вода. Потом я вижу газированная вода и даже айран. Мы сейчас находимся в Блубаре. Хотим акцентировать на том, что здесь есть разливной эфес. Бутилированного нет. Но здесь вы можете заказать алкогольные и безалкогольные напитки. Коктейль. Прямо рядышком с Блубаром расположился снэк. Такой корнер. И вы видите, что есть черешня, есть дынька, есть абрикосы, киви, персики. Это, конечно же, о многом говорит. А именно об уровне отеля. Посмотрим, что здесь нам дают. Это пельмешки. Овощи на пару. Картошечка толченая. Такие вот котлеты. Барбекю на гриле. Рыба на гриле. Курочка на гриле. Рис. И вот такие вот донеры. Есть картошка фри. Это куриные наггетсы. И вот такие вот сэндвичи. Это все у нас Блубар. Под основным рестораном расположилась кондитерская Mirage. Она работает с 11 часов утра и до 4 вечера. Атмосфера, честно признался, как будто бы ты находишься не в кондитерской, а в каком-то баре или даже в пабе. Но это кондитерская. Здесь можно вкусить вот эти вот десерты вместе с напитками. Чаем или кофе. Поближе тоже вам оцену, чтобы вы успели разглядеть. Вижу чизкейк. После кондитерской мы с вами прошли в азиатский ресторан. Днем здесь можно покушать суши, а вечером он превращается в азиатский а-ля карт ресторан. Обязательно нужна дополнительная резервация. Для гостей, которые проживают здесь до 7 ночей, то один визит в этот ресторан будет безоплатно. Если вы будете проживать более 7 ночей, то, соответственно, 2 визита за отдых будут безоплатно. Все, что экстра, будет стоить дополнительно 20 евро на человека. По нашему видеообзору можно подумать, что в отеле Папилон Бериль можно только кушать и отдыхать. Действительно, здесь очень много корнеров еды. Прямо здесь расположился очень классный фудкорт. В нем был сделан ремонт буквально в прошлом году, и он стал таким светлым, изысканным. Вот такой вот светленький. Здесь много чего нового добавилось, и мы вам сейчас об этом тоже расскажем. Классно и удобно, что дети могут сами вот сюда встать и себе выбрать мороженое. Мороженое немецкого фильма Олегида. На фудкорте добавили детокс-напитки. Я беру сейчас огурец с морковкой и травами. В этом корнере можно угоститься фруктами. Сам фудкорт работает с 12 часов и до 15.30. Печка. Разновидности пицц. Открытая кухня. Прямо при вас приготовят пасту с теми начинками, которые вы выберете. Здесь в таком лавашке с начинкой, с выбранной вами начинкой, готовят тоже типа лепешечек. А здесь уже маленьких юных гостей ждут вафли. В отеле «Папилон Бельвиль». Он как бы семейный в целом концепция, но есть зона, где взрослые могут отдохнуть без детей, спокойно. Сейчас 7 июля. Плюс 34 градуса. Продолжаем прогуливаться по зоне релакс-пул, где, видите, даже не звучит никакая музыка. Действительно, очень тихо, спокойно, размеренно. После релакс-пула вы найдете вот такую вот фит-зону. В отеле «Папилон Бельвиль» вам могут с удовольствием предложить занятия йогой, пилатес, аэро-йога и многие другие занятия, которые здесь написаны. Это вот я смотрю и занятия на «Реформере». Парайдем сейчас с вами вместе. Вы заметили, что там расположились два теннисных корта и вот такая вот спортивная зона. Друзья, в этом отеле вы свое утро можете начать с хатха-йоги. Оно начинается в 9 утра. Также здесь проходят занятия «ТРХ», «Флай-йога». Что хорошо, полы резиновые. Если блякнешься, будет все хорошо. Последняя спортивная активность в отеле «Папилон Бельвиль» заканчивается в 4 часа дня. Вернее, начинается в 4 часа и заканчивается, соответственно, в 5. Здесь даже есть пилатес-реформер. Занятия здесь уже будут индивидуальные. По стоимости 50 евро. В принципе, все занятия групповые в отеле «Папилон Бельвиль» безоплатны. Если вы хотите взять какой-то индивидуальный урок, то это будет стоить за дополнительную плату и составлять 50 евро. Дорогие гости, еще один очень важный момент, что в отеле «Папилон Бельвиль» есть спортивная академия, где дети могут заниматься футболом, плаванием и игрой в теннис. Если занятия групповые, то, соответственно, это все будет безоплатно. Если вдруг индивидуальное занятие с мастерами, то это будет по стоимости 50 евро. В отеле «Папилон Бельвиль» расположились 6 прекрасных кабан, которые по стоимости составляют 120 евро в день вместе с обслуживанием и сервисом. Если же вам хочется еще более такого изысканного сервиса и обслуживания, где будут подавать шампанское, моэт и икру, то это будет по стоимости 240 евро. Сейчас мы с вами спустимся к морю, хотим показать вам пляж. И само море, естественно. Боже, какое теплое, прекрасное море. Как видно, что пляж весь песчаный. При входе в воду просто камушки покрупнее. В Белеке, обратите внимание, море из-за того, что песок волнуется. Не такое прозрачно, как в Кемере, хотя чистое. Вы знаете, в нашей семье самый креативный человек – это Ренат. И сейчас прямо ему пришла классная идея, чтобы мы снимали и показывали шорт с пляжей разных отелей. Это будут такие короткие видео. Вы можете помимо основного видео про отель заходить еще в наши короткие маленькие видео, которые называются «Шортс» и тоже получать информацию оттуда. Вы только посмотрите, как классно есть вот такой вот остров. Можно дотуда доплывать, что и делают многие гости наслаждаться своим отдыхом. Для более активных гостей прямо на пляже расположилась волейбольная площадка. Вы знаете, один из самых популярных вопросов – это вопрос, связанный с пирсом. Так вот, в отеле «Папиллон Бельвиль» своего пирса нет. Вдали вы видите пирс отеля «Белиз». Но, как мне сказали сейчас сотрудники отеля, «Белиз» разрешают гостям отеля «Папиллон Бельвиль» проходить к ним на пирс и прыгать с него. Но, соответственно, там и заканчивается участок пляжа. Очень близко расположены шезлонги с зонтами к морю. И вот там, где зона кабан, пляж заканчивается. Пляж большой. Прямо рядом с пляжем, с бассейном, а также с фудкортом, расположился пляжный клуб, который называется «Дольче Вита». Здесь гостям предлагаются очень вкусные бургеры. Подача бургеров идет до 15.30. Сам же бар работает до 17.00. Кстати, пива бутелированного в баре нет. Есть только разливное. Сейчас подробнее отниму еще ассортимент импортного алкоголя, чтобы вы тоже знали. Вечером этот пляжный клуб превращается в эликарт-ресторан. Резервация необходима. Постепенно осматриваем и показываем вам все-все, что только возможно. Подошли к следующему бассейну. Здесь уже можно купаться с детками. Вижу, что проходят активности. Могут проходить активности. Как раз таки водный волейбол. И заодно издали вы можете лицезреть аквапарк отеля «Папилон Бельвиль». Друзья, наступило время обеда. Мы прошли фудкорт, мы прошли снэк-бары и зашли, разумеется, в основной ресторан. В каждом видео мы тоже об этом стараемся сообщить. О том, что те отели, которые мы осматриваем и выкладываем на наш YouTube-канал, мы либо здесь полностью проживаем, как в данном случае, где мы сегодня и позавтракали, и пообедали, прочувствовали все это, либо приезжаем вообще как гости. Соответственно, во время наших личных консультаций мы можем полностью передать атмосферу. Обед в основном в ресторане отеля «Папилон Бельвиль» снимать не буду. Он покомпактнее, нежели завтрак или ужин. Все потому, что во время дня очень многие гости не хотят брать и возвращаться сюда, в основной ресторан, потому что они мокрые, они в купальниках, и они остаются там непосредственно рядышком с пляжем. Но выбор классный, всегда можно что-то найти. У меня сегодня на обед рис я взяла с таким гарниром. Далее рыбку, помидоры, салатик и красное вино. Дорогие гости нашего канала, я просто в неописуемом восторге от вот этого большого зала, который предоставлен для детей отеля «Папилон Бельвиль». Здесь детки могут располагаться, завтракать, обедать, ужинать. Как вы видите, вот такие вот приятные, новые абсолютно столики. Для них тоже все приборы, все по-взрослому. Представляете, вот эти вот единоразовые скатерти. И в то же самое время родители детей тоже могут чувствовать себя комфортно, потому что для них предоставлено стало и побольше. Детки вообще будут себя чувствовать как взрослые, потому что, Ренат, покажи, пожалуйста, там есть детские тарелочки. Пожалуйста, они могут подходить к вот этим вот блюдам, которые сейчас уже убраны, потому что мы зашли в конце рабочего, в конце работы ресторана. Но родители могут быть спокойны, потому что тарелочки пластиковые. Спокойно брать, выбирать все и чувствовать себя, как какой-то такой взрослый, что ли, в жизни со своими правами. Отдельно повнимательнее сниму вам вот эту вот полку, где представлены и молочная продукция, и детское питание. Видно, что здесь такие бренды, как OptaMil, BabyLuck. Друзья, приезжая в отель на все включено, обязательно нужно посещать фитнес-клуб. И сейчас мы вам покажем, как он выглядит. Фитнес-клуб работает с 7 утра и до 7 вечера. Тренажеры Life Fitness. Здесь так приятно, свежо, особенно в такой жаркий день. Надо вам сказать, что пространство большое, просторное. Есть несколько зон. И вот это вот еще одна зона. Здесь же на минус первом этаже расположился, помимо того, что фитнес-центр, еще и Блум Лонч. И сейчас мы вам об этом подробнее расскажем. Блум Лонч – это очень уютное пространство для гостей, которые еще не получили свои номера, либо уже, наоборот, освободили. Смотрите, здесь на минус первом этаже можно спокойно убрать свои вещи. Все это, как вы видите, под кодовым замком. Далее мы с вами проходим уже в такую красивую просторную зону. Здесь, как вы видите, расположено небольшое количество снеков. Но основное, что благодаря Кваркоду можно выбрать любое блюдо, которое хочется гостям в течение дня. Блум Лонч работает 24 часа в сутки. И абсолютно спокойно покушать, даже если основные рестораны уже не работают. Обращаю ваше внимание, что кофемашина здесь шиллер. Это хороший кофе. Хороший кофе. Это пространство на несколько часов вечером превращается в а-ля-карт ресторан. Да, вечером Блум Лонч превращается в рестораны а-ля-карт, средиземноморской кухни и стейкхаус. Предварительная резервация необходима, и это будет за дополнительную плату. Дорогие друзья, приглашаем вас сейчас в зону спа. В каждом отеле она есть, и это здорово, что вы тоже можете не только отдохнуть душой, насладиться вкусными какими-то явствами, поплавать в море, но еще и позволить себе различные замечательные процедуры, совместно выбранные с сотрудниками спа-центра. Вы знаете, царит прям такая атмосфера тишины, спокойствия, релакса. Все очень спокойно, размеренно и хорошо. Субтитры добавил DimaTorzok Сейчас мы вас приглашаем в очень важное пространство, и оно называется детский мини-клуб. Помимо основного аквапарка, в детской зоне есть еще вот такие вот маленькие горки для маленьких гостей, но, как вы видите, здесь дети должны оставаться под присмотром родителей, то есть с воспитателями, с сотрудниками мини-клуба отдых здесь не получится. Сейчас расскажу и поделюсь с вами очень важной информацией. Мини-клуб начинает работать с 10 часов и до 12.30. Далее родители должны забрать деток на обед, и до 14.30, соответственно, дети будут в сопровождении родителей отдыхать на территории, либо обедать. Далее можно вновь привезти на территорию мини-клуба, и мини-клуб будет рад заниматься с вашими детьми до 5 часов. Все. Потом будет только уже мини-дисков 20.30. После этого здесь тоже будут, когда будет взрослое шоу, здесь тоже будут какие-то проходить мероприятия, но все равно присутствие родителей необходимо. Детского ресторана нет. Сейчас мы с вами пройдемся по комнатам. Мини-клуб классный, большой, просторный. Как вы видите, такие красивые, яркие, прорезиненные полы. Еще очень важный момент то, что есть две возрастные группы. Детки с 4 до 7 лет – это одна возрастная группа. Далее потом с 7 до 12 – это другая возрастная группа. Как правило, дети до 7 лет, они находятся все-таки на территории мини-клуба, а дети с 7 до 12 могут покидать вместе с воспитателями территорию мини-клуба и проходить какие-то квесты за территорией отеля и так далее. Если вам важно, чтобы ваш ребенок не выходил за территорию мини-клуба, то одеваю такие вот футболочки, и ребенок не выйдет, за ним будет более такой внимательный присмотр. Первую комнату показываю вам – это Лего. Комната очень большого количества Лего, и дети здесь с удовольствием проводят время. Мы зашли с вами в следующую комнату. Она уже такая попросторнее. Здесь играют в настольные игры, рисуют, что-то лепят, мастерят. Здесь уже расположен кинотеатр. Это комната PlayStation. Идем далее. Это же комната для маленьких детей. Большая открытая игровая площадка Wonderland. Отель семейный, детский. Смотрите, все комнаты заняты детьми, разные активности проходят. Сейчас жарко, и действительно здорово, что детская площадка под таким навесом. В моих руках чашка кофе. Это означает, что подошло время подвести итоги. Мы здесь провели, можно так сказать, практически целый день. Были не только двоим соревнованиям, были с нашим менеджером Элизой, были с детьми. И, конечно, у нас такое совместное, наверное, подведение итогов. Что хочется сказать, то что этот отель, Папилон Белюль, уже многие годы является любимчиком нашей компании. Это, наверное, самый мой любимый отель из всей сети Папилонов. Он детский, он семейный, он зеленый, он с большой территорией. Здесь много плюсов. И здорово, что за последние годы отель смог сделать классную, большую реновацию всего своего комплекса. И, соответственно, состояние отеля действительно такое какое-то современное, приятное, светлое. В этом видео мы с командой постарались максимально вам все показать, все, что можно. Но есть, разумеется, какие-то такие важные нюансы. Есть также ваш предыдущий опыт отдыха, который мы во время личных консультаций аккумулируем. И в итоге выдаем самую подходящую выжимку в честном диалоге с вами. Поэтому порой я вижу, когда вы пишете или какие-то гости пишут какие-то, может быть, немножечко грустные или негативные комментарии после отдыха в каком-то определенном отеле, я понимаю, что это просто либо вы лично выбрали этот отель, не зная о этих каких-то важных нюансах, либо ваш менеджер тоже не знал об этом. Поэтому я абсолютно знаю, что наша команда знает нюансы по турецкому направлению просто идеально. Конечно, пониже указанного ватсапа смело пишите к нам, попадайте на личные консультации. Мы с удовольствием подберем совместно с вами самый подходящий отель на этот год, на этот раз, чтобы вы, ваша семья, либо пара, либо, я не знаю, там, с друзьями вы, может быть, едете отдыхать. Но вы остались довольны. Еще немножечко, что хочется сказать, то, что узнали, и мы из-за чего тоже приехали, потому что в Папеллон-Бельвилле мы бываем практически каждый год. Мы узнали новую концепцию 2023 года, постарались это тоже в этом видео отобразить. Самое главное, наши ощущения подтвердились. Мы вновь поняли, что смело бронируем, смело рекомендуем от отель. Все гости, которые мы забронировали в этом году, остались довольны, и мы знаем то, что останутся вновь. Друзья, если вы досмотрели до этого момента, значит, это видео было для вас полезным. Просьба поддержать наш канал лайком, подписаться и рекомендовать друзьям. Продолжение следует...